Всем привет, с вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. Для тех, кто случайно забрел на это видео, я хочу пояснить, что вас здесь ждет. В серии этих видео мы реставрируем и делаем уникальных пиратов Карибского моря, которых вы не встретите в России. Это уникальный кастомный проект, и чтобы вам было все более-менее понятно, мы разделили весь процесс на несколько частей. Все эти части мы сложили в отдельный плейлист, ссылочку на него вы можете посмотреть сейчас вот здесь, поэтому кликайте и смотрите все по порядку. Ну и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать наши новые видосы, ставьте лайки, пишите комментарии и рассказывайте, что есть такой чувак, который делает кастомные пинболы в России. Спасибо и желаю приятного просмотра! Как вы видите, наш пациент на столе, и сейчас мы будем приступать к самому сложному процессу этого нашего всего мероприятия, это реставрация поля. То есть нам нужно перелачить поле, отреставрировать какие-то элементы на поле, скорее всего там, возможно, где-то рисунок даже потрескался, ну, в общем, нам нужно снять все с поля, провода, металлические элементы, весь пластик. Чтобы ускорить процесс снятия вот этой вот всей кишки с проводами, нам нужно в первую очередь открутить все патроны для лампочек, потом уже отдельно я их буду отпаивать, чтобы не удлинять, потому что каждый патрон отпаивать это достаточно долго. После того, как мы снимаем всю эту кишку с проводами, уже будем приступать к металлу. А после того, как мы снимем все патроны от лампочек, нам нужно будет снять все датчики-переключатели, и после этого уже приступаем к снятию кишки и распаиванию всех элементов на ней. Что там вокруг, что ли, закручено? Вот это все под замену, вот это под замену, вот этот отбойник под замену, вот это все под замену, то есть, то есть, то есть, вот остается пластина. Парусник сложен, нет? Сейчас, подожди, паруса убрать. Вот так вот у нас выглядит корабль в сборе, и, на самом деле, очень массивный механизм, мы на нем уже поменяли вот этот набор шестеренок, у нас сломалась шестеренка, и это уже другой мотор с блоком шестеренок. Мы его поменяли, и теперь корабль у нас всплывает и тонет. Так что вот так вот механизм этот выглядит. Чик. И потом подполье. Здесь все, здесь все. Это отсоединяем. Так, мы отсоединили кишку с проводами, на ней остались еще лампочки, цоколи, какие-то датчики. Это все мы будем снимать при помощи паяльника. И потом вся вот эта вот канитель с проводами поедет мыться в посудомоечную машину. А теперь давайте я вам покажу, что осталось с той части поля, где мы снимали провода. Давайте продолжим разбор нашего поля снизу. Сейчас мы будем снимать все элементы, которые у нас находятся с нижней части поля. Начнем с пластиковых стак, потом начнем снимать все механические элементы, которые прикручены снизу к полю. Так что давайте разбирать. И погнали откручивать. Здесь, кстати, очень важный момент в том, что когда вы снимаете все элементы, лучше всего их группировать. Например, я снимаю сейчас патроны для светодиодов, точнее, подставки для светодиодов, для лампочек. И я группирую светодиоды со светодиодами, датчики с датчиками, я имею в виду шурупчики, чтобы ничего не потерять, чтобы откручивать все в то же самое место. Ну и, соответственно, для механических элементов, которые здесь находятся, я тоже использую разные пакетики, чтобы ничего не потерять, не перепутать, чтобы все было как с заводом. Мы приближаемся к тому, чтобы увидеть полностью всю голую доску от нашего поля, но у нас остаются всякие элементы, которые мы будем снимать. Это вот эти вот все крепления с катушками, и мы их снимаем для того, чтобы переоцинковать металл. Поскольку это оцинковалось, наверное, скорее всего, на заводе, никто это не трогал, где это стояло, неизвестно, поэтому сейчас снимаем все металлические элементы и будем разбирать их и отправлять на переоцинковку. Погнали! Перед вами сейчас элементы, которые крепились на нижнюю часть поля, они у меня немножко так разгруппированы, для моего понимания, опять же. И сейчас я их запакую в пакетики, чтобы не перепутать, где что лежит и какие винтики что крепили. Сняв все элементы с нижней части поля и корпуса автомата, я их разобрал, чтобы показать вам, как выглядят детали до оцинковки. И, кстати, мы их будем сейчас переоцинковывать, и я не рекомендую вам это делать в домашних условиях. Лучше доверьтесь профессионалам, у которых есть специальное оборудование, специальные ванны, в которых все делается. Итак, вот так вот выглядят детали до оцинковки, и магия монтажа покажет вам сразу же, как они будут выглядеть после оцинковки. Я думаю, результат налицо. Давайте вернемся к нашему шматку с проводами, и здесь есть тоже нюансы, которые вы должны знать. В первую очередь нам нужно отпаять все цоколи от лампочек, после этого мы отпаиваем датчики, которые также на ней находятся. Все дело в том, что это будет все мыться в посудомоечной машинке, а если вы не снимете эти элементы, то, скорее всего, они просто повредятся, и вам придется их менять по новой. Поэтому все снимаем, складываем в стороночку, и запаковываем аккуратненько в пакетики. В общем, по итогу у нас должны остаться голые провода. Итак, мы отфилировали нашу кишку, но у нас остались вот такие вот коннекторы для лампочек. В принципе, это ничего страшного, поскольку в посудомойке оно моется прекрасно. После единственное, нужно продуть компрессором хорошенечко, а так в целом ничего страшного. Ну и разъемчики всякие, коннекторы тоже остались, то же самое продуваем, и в целом, наверное, все. Оставляем сохнуть. Итак, давайте отправлять ее в посудомойку, будем мыть. Сейчас покажу, как это делается. Погнали! Добро пожаловать ко мне домой, и сейчас я вам расскажу, как мыть провода от пинбола в посудомоечной машинке. Я именно тихо разговариваю, потому что уже поздний вечер, все мои уже спят, и давайте приступим. В нижнем ящике я расположил лоток для жетонов и всякую мелочевку, которая не влезла в основной ящик. В основном ящике у нас находится вся эта кишка с проводами, и на самом деле она занимает огромное количество места. Один очень важный момент. Коромысло, которое находится под корзиной, обязательно должно беспрепятственно вращаться, чтобы провода хорошенько промылись, поэтому на это обращайте особенное внимание. В моей посудомоечной машине есть вот такой вот лоток для столовых приборов, который я использую для всяких пластиковых деталей и всякой прочей грязной мелочевки. Я буду использовать вот такую вот капсулу, берем ее и загружаем в лоток для моющего средства. Выставляем самый максимальный режим загрязнения и включаем нашу посудомойку. Все эти процессы я, как правило, делаю вечером, для того, чтобы ночью это все хорошенечко помылось, просохло, утром я это все тряпочкой протер, чтобы это было сухенько, и после этого я продуваю все коннекторы при помощи компрессора, чтобы выгнать оттуда лишнюю влагу. Сейчас мы будем снимать те элементы, которые мы можем снять с верхней части поля, после чего мы ставим обратно на бок, потому что некоторые из них прикручены и сверху, и снизу. Поэтому сейчас снимаем все то, что находится сверху, все, что нам будет удобно снять. Погнали! Где мой лайк? Проблема в том, что она там еще с проводами, скорее всего, а эта всегда отсоединяется с обратной стороны. Ну, вот как-то так это выглядит. И что же по шкребу? Наклейку надо поменять. Ну что, можно, в принципе, пластик начать снимать. Вот, давайте я снять. Посмотрите. Сейчас я возьмуесь наиболее, Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сердце Дэви Джонса у нас в руках И в целом у нас осталось совсем немного по полю Снять вот эти вот все пластиковые элементы Болтики, раскрутить Ну и в целом практически все Так что я заканчиваю и покажу, что получится в конце Как вы видите, поле у нас практически избавилось от всех элементов Остались только вот эти вот скобки Мы их аккуратненько выбьем чуть-чуть попозже И можно уже вытирать всю грязюку И начинать перелатчивать это поле Но об этом мы поговорим с вами в следующем выпуске Поэтому не забывайте про лайки, подписки и колокольчики На сегодня все Всем спасибо И грязной рукой вам пока У нас осталась последняя катушка, которую нам нужно прикрутить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok